Санкт-Петербургскому государственному медицинскому университету имени академика Павлова исполнилось 115 лет. Современный образовательный процесс сегодня тесно связан не только с практической медициной, но и с научной работой. В каких условиях воспитываются будущие российские врачи, сегодня выяснял Первый канал. Это включение с северной столицы. Доброе утро. Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова был образован в 1897 году, как Петроградский женский медицинский институт, в котором впервые в России и в Европе представлялась возможность получить высшее образование женщинам. Сегодня в составе университета 6 факультетов, 65 кафедр, 56 научных лабораторий, 10 научно-исследовательских и практических центров, оборудованных по последнему слову техники. 2011-2012 годы были годами модернизации здравоохранения. За эти два года 460 миллиардов рублей влилось в здравоохранение Российской Федерации. В том числе и наш университет в 2012 году получил более 300 миллиардов рублей для проведения модернизации. На эти деньги у нас отремонтированы операционные, закупленное оборудование, компьютер томограф, рентгеновский аппарат, ангиограф и многое-многое-многое другое, что необходимо для того, чтобы все наши клиники могли оказывать все виды высокотехнологичной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и чтобы это было, так сказать, на высоком уровне. Еще пять лет назад подобная операция по удалению зубного камня из железы занимала несколько часов, а реабилитационный период продолжался от недели до трех. Сегодня при помощи высокотехнологичной эндоскопической стойки сложнейшая операция выполняется всего за несколько минут и уже вечером пациента отпустят домой. Кроме того, за действиями врачей студенты теперь могут наблюдать, не выходя из аудитории, благодаря многокамерной видеотрансляции в режиме реального времени. Использование современного оборудования в учебном процессе и во врачебной практике на кафедре челюстно-лицевой хирургии стало возможным благодаря государственной программе модернизации медицинского образования. В нашей клинике были закуплены совершенно уникальные установки. Это устройство для остановки кровотечения. Операционный микроскоп, при помощи которого хирурги выполняют высокоточные операции, связанные с замещением изъянов после удаления опухоли или после травмы челюстно-лицевой области, лоскутами, сшиванием сосудов. Это позволяет пациентам быстро реабилитировать. И пациентам, которые были обречены на уродство и глубокую инвалидность, они выписываются через две недели из нашей клиники трудоспособными. В прошлом году университет имени Павлова перешел на третий государственный образовательный стандарт, который учитывает опыт ведущих клиник мира. Здесь впервые появился настоящий симуляционный класс. Теперь будущие врачи могут многократно отрабатывать навыки не на пациентах, а на роботах, которые по всем реакциям максимально приближены к человеку. Вот это оборудование позволяет использовать даже те ситуации, то есть обучать тем ситуациям, которые встречаются достаточно редко в медицинской практике, в реальной жизни. Направление гематологии и трансплантологии сегодня гордость университета. Создание на его базе института имени Раисы Горбачевой позволило изменить ситуацию с детской онкологией не только в Петербурге, но и по всей стране в целом. С момента открытия института мы сделали тысячу трансплантаций за пять лет, в среднем по 200 в год. Ну, мы, конечно, и до этого делали, но возможности были другие. Раньше у нас было 12 коек, а сейчас 60 коек. Раньше у нас не было многого оборудования, которое есть сейчас. Ситуация изменилась радикально. В юбилейный год университет Павлова занял первое место во всероссийском конкурсе вуз здорового образа жизни. Здесь считают, что каждый будущий врач должен иметь не только отличные медицинские знания, но и активно заниматься спортом. Ведь именно философия здоровья – залог успеха лечения любого недуга. У нас больше 15 спортивных секций, самые различные виды спорта – сборная по волейболу, сборная по баскетболу, бальные танцы, бадминтон, бассейн замечательный, соответственно, сборная по плаванию. Даже отдельные члены сборной нашей по баскетболу участвовали в составе сборной студенческой на универсиадах. Отец медицины Гиппократ, клятву которого до сих пор знает каждый доктор, говорил, врач – это философ, ведь нет большой разницы между мудростью и медициной. В Санкт-Петербургском университете имени Павлова вот уже 115 лет стараются следовать именно этому изречению.